Сейчас уже более короткие, взвешенные моменты для того, чтобы вообще, как говорится, как мы прожили это лето, да, как же у нас случилось, что сейчас есть возможность чуть-чуть прям поделиться. Вот прямо сейчас мой редактор, главный редактор находится на Дальнем Востоке. Вообще в этом году с самого начала и в конце прошлого года особенным образом стали более внимательно смотреть на Дальний Восток и те планы, которые обозначены крупными компаниями, нашими ритейлерами о выходе туда. И, соответственно, буквально со дня на день, я понимаю, что открываются уже первые магазины, да, у второго игрока, как говорится, одного из двух игроков, который именно сегодня не предстоит. Кстати, коллеги из X5 завтра будут выступать с очень таким выступлением больше в R&D теме про смену команды, так что имейте в виду, если кто-то там повнимательнее изучите программу, завтра у нас отдельно будет блог. Вот, я как раз к Маргарите уже обращаюсь. Маргарита отвечает за большое производство и вообще вы влияете, одна из крупнейших компаний сейчас на Дальнем Востоке, да, и, Рита, поделитесь, пожалуйста, что у вас сейчас, что именно составляет сердце в категории готовой еды и поделитесь такими амбициями, куда же вы дальше идете, во что точно вкладываетесь. Буквально пару кадров у нас есть, ребята, запустите, пожалуйста. Так, мы не слышим. Так, есть, поближе просто нужно. Это командор, коллеги, помяните. Нет, 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 не командор, простите. Да, 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 сейчас минуту. Эх. Ну, слушайте, да, это как раз та история, когда, ну, знаете, в центре у нас командор, ой, вообще, когда в рамках экспедиции я прокатилась, это как раз вот ощущение. В Красноярске комфортнее всего работать, относительно часовых поясов, потому что, когда мы с Ритой готовились к этой пленарке, мы во сколько там, ты в 4 утра просыпалась, да? Я просто, знаете, так случайно в WhatsApp-ике вижу, что она не спит, и мы так переписываемся, она такая, ой, я еду, я такая, ура, я рада, как говорится, приветствовать. Получилось подключить, коллеги? Два слайда, Невада. Так, ну, пока что рассказываю, да, чтобы было понимание, что такое группа компании Невада, мы являемся, наверное, яркими представителями как раз-таки Дальнего Востока, потому что он практически самый дальний. Это Владивосток, Хабаровска, Мурская область. Мы представляем группу компаний в виде розничного направления, это сеть гипермаркетов, сеть супермаркетов и магазинов формата «Экспресс», сеть мини-маркетов, а также сеть дискаунтеров, которые на данный момент, как и многие, в том числе на Дальнем Востоке, мы развиваем, такие хард-дискаунтеры. На данный момент собственное производство представлено во всех форматах, понятно, что в дискаунтерах оно представлено менее, здесь на слайде прописано на данный момент, на текущий момент доля собственного производства, это общая за год, то есть мы говорим, если про последние три месяца, то мы, в принципе, по всем форматам прирастаем уже достаточно неплохо по каждому формату из магазинов. Самая большая доля собственного производства у нас представлена в супермаркетах, 13-25%. Собственно, производство представляет собой группу магазинов, в которых представлены производственные сектора и цеха, а также фабрику кухни, которую мы открыли достаточно недавно, около трех лет назад, которая выпускает на данный момент уже 16 тонн продукции в сутки. Централизованная пекарня, первый проект мы запустили, полуфабрикаты высокой степени готовности, производственный цех Благовещенский, это кондитерские изделия, кремовые, а также там же у нас появился майонез и масложировая продукция, так все соединено. И сервис преподавательной подготовки, мы занимаемся распилом рыбы и мяса, все, что с этим связано, фасовкой, все бакалеи, а также газацией бананов самостоятельно. Это вот так вкратце, на данный момент число сотрудников собственного производства у нас в общем порядка 2000 человек. Что если говорить про собственное производство и как мы планируем его развивать? Если в общем и в крупном, то мы, конечно же, идем в централизацию максимально процессов, в которых возможно, выходим более на централизацию полуфабрик. Ну, например, сейчас из последнего, то, что мы запускать планируем в июле этого года, это цех по производству слоеных издобных изделий, который будет выпускать 8 тонн продукции в день. Развивать нашу фабрику кухни, также запускать, продолжать цеха по ПВСГ для того, чтобы оптимизировать все процессы на магазинах, которые только возможны. Если говорить про ассортимент, то можно посмотреть, что на данный момент в производстве при магазинах и вообще в ассортиментной матрице в магазинах у нас количество эскалю, на котором мы работаем ежедневно, 1889 активной матрицы. Такая наша задача заключается в том, чтобы мы, так как у нас разврос большой, например, Амурская область, Благовещенск находится в 700 километров от Хабаровска и Хабаровск в 700 километрах от Владивостока, понятно, что в принципе это дальневосточный покупатель, но они все разные. То есть локально им нужны свои потребности, в каждом городе есть свои какие-то определенные фишечки, няшечки, которые необходимы именно здесь покупателю. Наша задача также опять же связана с тем, что заходит к нам новый конкурент, он для нас первый новый, такой неизведанный. И наша задача состоит в том, чтобы мы все-таки локально предлагали покупателю и тот ассортимент, который ему нужен здесь, именно в этом городе. Даже по городам, мы, например, в Хабаровске, у нас зависит от районов, у нас, к примеру, может быть, где-то покупается больше продукции обеденной части, где-то наоборот салатов с майонезом, где-то салатов без майонеза, где-то здоровое питание. То есть мы работаем локально, наша сейчас задача локально прорабатывать практически каждый магазин. Спасибо. Ну вот как раз про покупатели, вот видно, как растет у вас. Вообще, на самом деле, по поводу магазинов, вот чтобы вот чуть-чуть уже с тобой закруглиться, Самбери, гипергро... Нет, я говорю о том, что Самбери – это гипермаркеты и супермаркеты. А раз-два – это мини-маркеты с достаточно, все-таки, они чуть-чуть выше среднего, да, стараются держать по цене. Такой уютный, красивый, интересный. Посмотрите тоже видео с, да, с Евгением Рейделем, у нас на сайте есть. Ну а близкий – это вот дискаунтер. О, а в дискаунтере мясо, которое доступно вот так, это тоже вы обеспечиваете? Знаете, в дискаунтерах мы развиваем как раз-таки представленное с мяса разделки по социальной цене, то есть держим самую низкую цену в городе. Также мы идем в развитие хлеба, потому что горячий хлеб как раз-таки по ВСГ мы запускали именно для дискаунтеров, потому что покупатель, несмотря на то, что это дискаунтер, все равно хочет горячего хлеба, то есть это постоянно были запросы. И сейчас дискаунтеры мы будем развивать на линейку готовых обедов и салатов наших топ-3 салат винегрет, оливье, все-таки под шубой, которым нигде не обойтись, в том числе и в дискаунтер. Планируем увеличивать долю собственного производства как раз-таки. Отдельно полюбопытствуйте, потому что, конечно, дискаунтеры Дальнего Востока для меня это было удивлением, потому что там широкий ассортимент, оливковое масло, боже, дискаунтер, ну как же так? То есть вот такой и своеобразный покупатель другой. Спасибо большое, Маргарита. Сейчас перейдем к Сибири. Светлана Пирогова, коротенький момент, что сейчас, у нас еще сегодня будет выступление коллеги, уже более взвешенным конкретным кейсом. Светлана, каждый год уже последние пять лет мы отчитываемся перед нашей аудиторией. Как же у вас сейчас обстоят дела? Мы постарались по максимуму показать о вас уже в наших видеороликах, в отдельный момент, что действительно интересно. И побывав, конечно, в супермаркете, в обновленной аллее, там, конечно, кафе, про это сегодня кадры будут, я там аж облизывалась очень на одну витрину, потому что я ее помню, какая она была вкусная. Как сейчас обстоят дела и все-таки вот готовая еда? На чем сейчас максимально фокусируетесь? Буквально несколько слов. Добрый день всем. За пять лет действительно, как сказала Наталья, уже я, наверное, достаточно рассказывала про собственное производство. И, наверное, та информация, которую я сегодня расскажу, наверное, уже для новых наших посетителей нашей конференции. Очень приятно видеть знакомые лица, Маргариту, потому что действительно, как мы сегодня смеялись и пили чай, говорили о том, что у нас уже клуб получился директоров собственного производства, где мы обмениваемся бенчмарками, учимся друг у друга, потому что, несмотря на то, что мы являемся, как говорится, конкурентами, с одной стороны, с другой стороны, мы являемся не конкурентами, а являемся, наверное, теми усилителями ритейла. В отстройке, может быть, простят меня федералы и от них в том числе. И в то же время мы все двигаем российскую промышленность, российский ритейл. И, наверное, для нас наш российский покупатель является одним из самых важных. И наша задача сделать его жизнь в первую очередь более интересной, более вкусной и более грамотной с точки зрения здорового питания. Что я хочу сказать про сеть Командор. Она развивается и растет. И сейчас у нас очень активное развитие идет дискаунтеров. Это ничего удивительного нет. Наверное, сейчас все сети растут в этом направлении. И у нас очень амбициозные задачи стоят именно роста собственного производства в формате дискаунтер. Я не скажу, что это получается очень легко на сегодняшний день, потому что там есть своя специфика, есть длинные плечи логистики. Но там есть куда стремиться, потому что тот рациональный покупатель, который приходит в формат дискаунтер, должен получать то же самое, ну, может быть, за измерением цены и ингредиентики, что получает в форматах суперстор, в форматах супермаркет. Обязательно должно присутствие быть, с моей точки зрения, в дискаунтерах хлеб, потому что если говорить про нас, то мы в этой категории сильны. Достаточно давно было принято в нашей компании то, что хлеб является у нас якорной категорией, и мы в этом значительно преуспели. И могу сейчас похвастаться о том, что вот буквально на днях был опрос по Сибири, нашего информационного агентства НГС-24, и 48% респондентов проголосовали за самый вкусный хлеб именно в наших магазинах, в нашем ритейле. Это было очень приятно. Потому что 48% – это достаточно весомая цифра. Ну, мы на хлебе не остановились. Сейчас мы видим развитие в категории именно готовой еды. И когда выступали коллеги из Нильсена, и я переслала слайды нашим коммерсантам, которые, к сожалению, не смогли приехать на эту конференцию, они сказали, фигня, у нас цифры больше. Потому что мы уже росли в прошлом году не менее 30% категории готовой еды. И за первые месяцы этого года мы уже показываем рост категории готовой еды год к году 70%. Очень активно востребован фастфуд. И я так думаю, что здесь та история, которая пришла на рынок с тем, что известные бренды ушли на какой-то период времени, ну, как, допустим, очень известная компания, которая присутствует, наверное, во всех регионах, дала возможность нам, производству, эту нишу заместить. Сначала временно, а потом, как бы, оказалось, что мы там и остались. Покупатель остался с нами. Потому что у нас и булки вкусные, и котлеты наши мясные, да. И делаем мы это с душой. Ничуть не хуже американских наших, как бы, предшественников. Поэтому категория показывает стабильный рост фастфуд. В связи с этим у нас есть, здесь показываем, что 5 регионов мы работаем, да, то есть длинные плечи логистики. И то же самое подержу. О том, что длинные плечи логистики в этом отношении нам очень помогает наше производство, которое делает замороженный полуфабрикат. Конечно. Мы одни из первых ритейлеров, которые за Уралом открыли именно такое производство. У нас полностью автоматизированное. Работает минимальное количество людей. Делает порядка 100 номенклатур. Причем часть номенклатур делается как базовая для приготовления других разных изделий. Успешны наши круассаны, да, которые продаются как круассаны. И мы, наверное, в нашем регионе моду на них задали. Потому что известные рестораторы, которые сейчас… Вы же знаете, да, что Красноярск – это у нас неформальная гастрономическая столица России. Очень много известных ресторанов, занимающие как бы весомые ниши, получающие премии достойные. И вот сейчас эти рестораторы пошли именно в нишу круассанов. И очень приятно, что мы стояли у истоков, потому что их круассаны другие по цене. Если наш круассан стоит 39, у них 350. Здесь все остается за выбором покупателя. И в пять регионов наши замороженные мелкоштучные полуфабрикаты уезжают, и везде покупатель в наших магазинах видит стандартный продукт. Такой же, как есть в Красноярске, такой же он есть и в Хакасии, такой же он есть и в Терее и так далее. На сегодняшний день сеть развивается в Кемеровскую область. Нас там собственного производства пока нет, но это только пока. И от того, что мы очень активно дружим с нашими коллегами, ездили, смотрели тогда, когда они запустили ПВСГ в своих дискаунтерах, мы это тоже взяли на вооружение. И поэтому я буду с удовольствием приглашать теперь их к нам и показывать, какой результат у нас получился. И в наших дискаунтерах будет организовано именно допекание, замороженного хлеба и с отличным качеством. Это можно тестировать. Что еще хочется сказать про наше развитие? Я не читаю слайды, вы можете с ними познакомиться. Вернусь к категории готовой еде. Хочу сказать, что она вообще на сегодняшний день, именно готовые рационы, то, что мы предлагаем нашим покупателям, проросли вдвое за год. Просто вдвое. Потому что для покупателей за предыдущие годы, которые мы с вами пережили, это ковидная история, это специальная военная операция, которая началась в прошлом году, очень важна стала безопасность. Безопасность для себя, для своей семьи. И готовая еда – это, в первую очередь, безопасность. Второе – это, конечно, удобство. То есть не надо стоять в очереди, не надо ждать, пока продавец тебе взвесит, и взвесит столько, сколько у него получится. То есть пришел, взял, ушел. Скажем так, именно готовое и упакованное. Готовое и упакованное, да-да, я это имела в виду. И в том, что мы дали хороший ассортимент по готовой еде. У нас более 70 наборов, да, коллеги? Поправьте меня, если. То есть всегда есть варианты решения. И мы будем развивать именно готовую и упакованную еду, потому что мы видим за ней большое перспективное будущее. Спасибо большое. Про кафе мы более плотно поговорим сейчас как раз с Натальей. Но и про кафе в честь им в магазине. Мы с Анной из торговой сети «Командор» уже в кейсах поделимся. Ну, «Косвилл» нас всегда радует яркими, интересными, и, скажем так, немножко удивительными проектами. У нас сегодня про «Даркитчен» будет разговор еще чуть позже, да, про короткую тоже доставку. И когда Дмитрий упомянул, что «Магнит» собирается эту историю запускать, я так понимаю, что вот кто-то опять у кого-то что-то подсмотрел. Или как это происходит. Наталья, поделитесь, каким проектом вы в первую очередь управляете, чем вдохновляетесь и куда идете. Всем добрый день. Презентацию. Да, буквально пару слайдов у нас по вкусу. У нас, у нашей команды в управлении находятся два проекта. Это зона кафе в магазинах и производство допекания хлеба на дарксторах на доставку. Это два разных направления, но в целом для покупателя это ценность здоровой еды здесь и сейчас. Что-то он получает за доставкой, что-то он получает в магазине. Немножко становлюсь на зоне кафе в магазине. Это закрытие спроса именно здесь и сейчас. И то, как мы при общении с покупателем, и то, как мы при отстройке продукта, в поиске продукта нашли эту ценность, это что быстрый перекус может быть здоровым. Не секрет, что компания вкусвилл в целом свою концепцию строит от чистого состава продукта. Во-первых, он полный, он честный и он чистый, без добавок, консервантов, улучшителей, ароматизаторов искусственных. И, собственно, в зоне кафе мы придерживаемся ровно того же концепта. Поэтому даже быстрый горячий бутерброд с соусами, с сыром и с колбасой может быть здоровым и вкусным. Покупатели это ценят. Несмотря на то, что в сложившейся нашей ситуации в прошлом году открытия новых точек практически не было. Вообще в целом открытие новых точек было сведено к минимуму. Темпы роста год к году в этом году мы видим практически 50% по точкам. То есть данная категория очень востребована. И даже это не категория, а сервис для покупателя востребован. И это направление мы продолжаем развивать уже в качестве расширения внутреннего сервиса, который мы можем предложить покупателю. Что мы можем догреть на гриле, что-то доготовить. То, что нам позволяет норма производства непосредственно внутри торговой площади магазина. Плюс еще расширение в зоне матрицы напитков, которые мы готовим тоже на месте. Потому что покупатель за последние годы привык уже к хорошей, качественной карте кофейной, чайной. И напитки, которые он пробует у нас, приобретает. Очень много отзывов, которые мы получаем, они звучат, как мы не ожидали, что такое высокое качество можно просто в магазине у дома. И это очень приятно. Собственно, эту категорию в дальнейшем мы ставим акцент на развитие. Относительно Dark Store. Можно на следующий слайд, пожалуйста, что-то у меня не очень получается. Да. Один слайд еще. Работает? Пожалуйста. На следующий слайд будьте добры, помогите переключить, пожалуйста. Что-то с кликером. В отношении пекарен это был новый отдельный шаг компании «Вкусвилл». Может быть, кто-то из вас сотрудничает с нашей компанией. Вы знаете, что вообще собственного производства у компании «Вкусвилл» нет. Все, что мы продаем под собственной торговой маркой, это наши партнерские отношения с внешними производителями. Многие производители за счет «Вкусвилл» расширяют собственное производство. И по факту это уже вынесено отдельно производство, которое работает на «Вкусвилл». И тут мы заводим новый проект, новый процесс в чистый ритейл. Когда товар пришел, товар ушел, добавляем производственный процесс. Это был достаточно серьезный вызов для нашей компании, потому что процессы нужно было подстроить. С одной стороны, производственный, с другой стороны, и остальные процессы. Потому что наше обещание покупателю от даркстора доставки начиналось как доставка за два часа. Сейчас это звучит уже как один час. То есть за этот один час мы должны успеть вложить и производственный процесс, и саму доставку, и вручение непосредственно товара покупателю. Это очень серьезный вызов. И на самом деле на сегодняшний день в Москве, в центральном регионе, с такой скоростью, с такой ассортиментной матрицей нет других конкурентных предложений для покупателя. Мы, соответственно, свой производственный процесс, поскольку как лидер проекта мы отвечаем за ассортимент, за операционные процессы, мы также встраивали в существующие процессы доставки. Наше допекание происходит из полуфабрикатов различной степени готовности. Это не полуфабрикаты, там почти полуготовая доготовка, много сырых, но тем не менее все это отстраивается от процесса заказ, сборка, доставка. И дальше мы смотрим на эффективность работы, грубо говоря, там заканчивается одной минутой печи, чтобы все это максимально укладывалось в спрос, в пиковый спрос, вообще в саму матрицу спроса и не расстраивать покупателя ни задержкой доставки, ни отсутствием товара. Это серьезный вопрос, который мы постоянно улучшаем. Мы, собственно, вот в этом году, помимо работы с ассортиментом, у нас сейчас стоит как раз доработка системы, именно еще больше автоматизировать этот процесс, чтобы в любой момент любой покупатель, сделав заказ на свежевыпеченный хлеб, он точно знал, что ему в срок за этот короткий период домой приедет свежевыпеченный хлеб. Еще в корзинке, а вдруг какая-то опция, приведите мне в корзинке. Я прям даже вспоминаю, как выглядело это в Германии, когда вот прям бабулечка ходила по утрам, вот действительно у нее корзинки перенесла. Представляете такую идею отработать? Спасибо за идею. Прислушиваемся ко всем идеям от наших покупателей, реализовываемся и тестируем. Кстати, по поводу тестов, у нас всегда зачастую на тест новые продукты или новые сервисы заходят на часть торговых точек, там мы тестируем, отрабатываем довольно оперативно, принимаем решение по какой-то доработке и уже быстро масштабируем на все торговые точки, которые могут этот сервис реализовать. Ровно поэтому у нас, в общем-то, за два года уже большое количество пекарен. Пекарен, это не только Москва, это и другие области. И если сравнивать пекарни, то с этим проще, потому что замороженное сырье, с этим нет проблем с логистикой, оно всегда в наличии на Dark Story. То есть по факту нам нужно только внутренний производственный процесс подстроить, и всегда покупатель будет получать готовый продукт. В отношении с кафе, например, у нас для Москвы, Московской области и Питера вопрос внешних производств нашего продукта довольно хорошо проработан. В других регионах, где у нас кафе представлено, мы как раз очень ждем поставщиков. Если среди вас есть поставщики, которые готовы к нам прийти с соответствием концепции, чтобы предлагать нам готовую еду и разрабатывать вместе с нами, и идти в чистые составы, мы очень ждем. Поэтому приходите, мы всем будем очень рады. Ну как, очень плавно и хорошо у нас получается переход к Сергею. Сергей, ну что ж, у вас здесь уже без презентации, да, мы дальше продолжаем общаться. Ну что ж, Сергей, вот видите, вот прям конкретный запрос по работе. Давайте мы поговорим, какую сейчас вы, как производитель, в данном случае поставщик, вы владелец, один из совладельцев фабрики кухни. С каким посылом вы приходите на рынок, почему вы выбираете заморозку, в вашем случае, да, и какие имбиции ставите вот именно со своим продуктом и со своей задачей, да, каких партнеров ищете вот в лице коллег и собственного производства? Добрый день. Значит, наша компания, компания Food Factory, занимается готовой замороженной едой. И в первую очередь мы ставим приоритет, это безопасность. Безопасность того продукта, который мы готовим, это раз. Второе, так, качество. И третье, это визуализация, что немаловажно для нас, потому что все-таки мы, скажем так, те люди, которые отработали большое количество времени в ресторане, хотим донести визуализацию, как на блюде, так, чтобы оно было именно вот в этом контейнере для первых, для вторых блюд, чтобы это было действительно красиво, со всякими фишечками, всякими приколюшечками, скажем так, чтобы это действительно было и понятно, и читабельно. И в холодильнике это выглядело привлекательно. Да, ну потому что в первую очередь покупатели сначала берут глазами, второй раз, когда приходят, уже берут желудком. В любом случае, ну так, по-другому не играет. И наш посыл все-таки донести, что это действительно за этим продуктом будущее, за заморозкой будущее, потому что очень много внедряется технологий, очень серьезных технологий для того, чтобы действительно тот или иной продукт совместить вместе, заморозить их так, чтобы они потом не прошла этой кристаллизации, чтобы через какое-то время потом он не изменил свой вид визуальный, даже несмотря на то, что сверху никакой там коробочки либо обечайки нет. Вот это наш приоритет. И донести людям, что это действительно в первую очередь безопасно. Скажите, на текущий момент вы уже работаете вот именно по линии замороженной продукции с какими магазинами? Значит, на данный момент мы работаем с компанией Fresh Frost. У нее около 25 либо 30 магазинов, я не помню. Работаем и в дальнейшем также будем сотрудничать с компанией Вкус Вилл. Где также здесь… Это случайно, что я их рядом посадила, честно. Случайно, да. Потому что здесь как раз мы предлагаем свою продукцию и будем разрабатывать вместе. То есть, потому что есть два направления у нас. Мы предлагаем свою продукцию, около стая блюд, стайскую. И также готовы сотрудничать над тем, что если у кого-то есть какое-то предложение, как бы они хотели видеть тот или иной продукт, либо блюдо какое-то, увидели что-то, им это понравилось. Мы берем эту информацию, мы ее обрабатываем, начинаем уже разрабатывать именно под тот или иной, скажем так, ту или иную компанию, тот продукт, который нужно. Вот. Поэтому в дальнейшем… Вообще процесс, я вам так скажу, что сам процесс замороженной еды, он намного сложнее, если чем охлажденные блюда. Почему? Потому что мы понимаем, что мы приготовили блюдо, для этого блюда нам нужен определенный газ, мы в газ это все опустили, да, и есть определенный срок. Там 10 дней, все, за 10 дней мы должны это все приготовить, вернее, приготовить, чтобы 10 дней у нас было в резерве. После 10 дней куда выкидывать? Ну, по-моему, это большие деньги, это растраты, это катастрофа. А вот когда мы переходим именно на замороженную готовую еду, то в нашем случае это 180 суток. То есть есть, да, размах, чувствуете разницу, где можно сэкономить деньги. Поэтому в любом случае за этим будущее. Ну, вот такой тренд мы тоже подхватываем в какой-то мере, да? А вот, Светлана, все-таки что про замороженную еду, вы как-то на это смотрите или пока это для вас история про… Ну, нет. Я просто понимаю, что про круассан, это мы уже действуем. Вот с точки зрения бизнеса замороженная еда – это правильно. С точки зрения личного отношения для меня пока это сложно, потому что еда со сроком 180 суток вызывает какой-то внутренний пока вот такой вот барьер. Но я согласна, что, наверное, это за этим будущее. И мы раньше скептически смотрели и на хлеб замороженный, да, и на полуфабрикаты замороженные. А вот для бизнеса это оказалось эффективным и для покупателя как бы незаметным. Если это будет сделано качественно, грамотно, и то, как коллега сказал, не будет кристаллизаться, это не будет сказываться никаким образом на восстановленном качестве продукта, да, за этим будущее. Если что-то дополнить, именно вот просто, чтобы нам тему замороженную затронуть, Дмитрий, там, Маргарита. Дмитрий? Маргарита. Чуть-чуть ближе, пожалуйста, к микрофону, иначе не слышим. Замороженную продукцию с вами в кухне, будем пытаться, ну, попытаться, ну, попытаться, пробовать на сеть дискаунтеров, потому что там это на данный момент актуально, как раз большие сроки реализации, не 180 дней, конечно, начнем с 30, потому что 180 дней именно тоже такая история. Пойдем в заморозку, пока об успехах и о чем-то говорить надо, мы будем попробовать и понять, есть ли мы это вообще спросим. Кроме первых, тут еще и видимо. Я хочу сказать здесь о воспитании культуры, наверное, нашего покупателя еще очень важен вопрос, потому что то, что мы видим сейчас на полке в массовом таком изготовлении, и то, что происходит с продуктом в процессе хранения, оно как бы нашего покупателя, но к этому не подталкивает, к повторным покупкам. Поэтому для нас стоит очень амбициозная задача, вот и Маргарита уже, да, и мы, и коллеги, сделать это качественно, чтобы это не вызывало, как бы, вопросов с точки зрения продукта. Ну, на самом деле, каждый раз вот во что верим, вот во что вкладываемся, все-таки вот сейчас, если вспоминать, что три года назад там была запущена фабрика кухни, все ли мощности в полной мере, все ли то, что было заложено на старте, именно так и пошло, как ожидалось. Отличная история. Так, кому надо, налетай. Так, хорошо. Я хочу еще опять ко Светлане перейти на тему вот тех коллабораций по маркетингу и вообще изменения в коммерческих структурах для того, чтобы готовой идее к кулинарии и ко всей вот вашей деятельности был больший фокус внимания. Можете ли чуть-чуть, вот буквально чуть-чуть приоткрыть все-таки, как можно повлиять на то, чтобы ваши кроносаны точно появились на всех билбордах рекламных? По повлиятию. Это очень длительная работа, совместная с коммерческим отделом и с отделом маркетинга. Действительно, у нас в прошлом году был запущен проект, когда мы на наших баннерах рекламных поставили продукцию собственного производства. Это еще был нонсенс, да? Представляете, круассан на баннере. Кому он там интересен, когда можно поставить банк кофе и на этом дополнительно заработать. И поэтому было принято совместное решение, мы поставили круассан совместно с банком кофе. Сейчас для того, чтобы попасть на баннер с собственным производством, поставщиков очередь. Потому что мы продаем, у нас кросс-продажи очень активно показали себя успешно, и поэтому мы задаем тренды, что появится на баннеры, какой продукт. Сначала собственное производство, а потом кросс-продажа. Поэтому все успехи, вот такие, роста товарооборота, это именно благодаря тому, что был правильно применен маркетинг. Я не знаю, сейчас здесь с нами или не с нами коллеги из торговой сети «Глобус», которые я не устаю рекламировать как один из лучших бенчмаркетов, на который нужно. Надо просто реально постоянно подглядывать и очень многие вещи делать. Я как человек, который постоянно пользуется их едой. И знаете, опять же, по поводу верия, неверия в рекламу. Когда ты видишь красную рыбу или там еще что-то, или их мясо, сосиски или еще что-то, хочешь не хочешь, ты в ту сторону начинаешь уже поглядывать. Так, что-то давненько не было, надо бы заглянуть. Я просто к тому, что когда мы прокатились по… Когда я в таком количестве большом, завтра я об этом расскажу, то есть я сегодня не успела в аналитическую часть все-таки поставить свое выступление по поводу экспедиции и вот что там встретилось. Но вот один из моментов – это то, что в некоторых городах я четко видела, сразу было понятно, кто там рулит. И в том числе проявлена с магазинов была с помощью своей еды, которую, собственно, люди и производят, да, именно из сети. И это, конечно, вот я к тому, что если вы не вкладываетесь в узнаваемость своего продукта, если у вас не получается убедить на свой же продукт позвать людей, да, то это грустно, потому что вы должны быть заметны. Вот вы должны быть заметны даже вот такого случайного, в тот момент, конечно, случайного человека, который заехал, но даже если вас все равно знают, побудите их лишний раз и глянись за круассаном, у которого сразу во сколько-то процентов выросло? Ну, в прошлом году на 30, в этом уже на 70. Ну вот, да, да, да. Вот, это один из тех моментов. Еще мы пару лет назад обсуждали тренд завтраков. Вот скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, а вот вы-то пару лет назад у нас не были, но мы обсуждали тему завтраков и вообще, стоит ли в это направление вкладываться. Вы, как представитель крупного ритейла, видите ли вы необходимость более внимательно акцентировать людей на приход, на вот именно на утренний приход, чтобы они приходили к вам за чем-то конкретным и как-то стимулировали именно в это время приходить? Действительно. Чуть-чуть ближе. Так, меня слышно? Еще, если можно, поближе. Вот прям, да, да, да. Действительно, завтраки достаточно имеют высокая востребованность. Мы достаточно много экспериментировали с ассортиментом. Я не знаю, я, наверное, не целевой потребитель. Для меня было открытием то, что на завтрак люди все-таки приобретают сырники. Для меня, наверное, все-таки это были круассаны, были бы, но, как показала практика, завтраки востребованы, востребованы сырники. На удивление востребованы просто банально отварные яйца. Я не знаю, почему люди не могут это сделать дома, но их приобретают и утром, и, наверное, особо ленивые по дороге с работы, да, вечером. Поэтому мы следим за ассортиментом, мы поддерживаем ассортимент обязательных блинов, как сытных, так и сладких на завтрак. Ну и, естественно, говоря об этом, там традиционные круассаны, традиционная мелкоштучка, это, наверное, топ выпуска в утренние часы, когда люди идут на работу, или там куда бы то ни было по делам, они заходят и берут. То есть хлеба на самом деле настолько не востребованы, насколько востребована именно мелкоштучка, перекусная составляющая, наверное. Поэтому завтраки, обед – это супы. Супы менее востребованы, наверное, и обеды, как первые блюда, чем завтраки. Но, в принципе, ярко выражены именно, когда я хотел сказать сезонность, наверное, не сезонность, это прием пищи по времени. Поэтому, отвечая на вопрос, который мы обсуждали до этого, квоты и количество рассчитаны не только по количеству, но еще и в том числе по присутствию времени дня. Спасибо. А я вот, наверное, сейчас к Наталье бы хотела обратиться. Вот у вас кафе. Вы там как-то специальный акцент делаете? Да, обязательно. У нас есть завтрачная группа, это каши. Вот сейчас идет пост. У нас сейчас расширен ассортимент чуть побольше именно постного. Понятно, что свежая выпечка, круассаны и другая мелкоштучка, омлеты. То, что покупатель в целом может есть на завтрак. Мы, на самом деле, когда расширяли ассортимент завтраков, мы делали упор на будни, понимая, что человек, может быть, дома не успел позавтракать, идет на работу, спустился, рядом с подъездом зашел во вкус, в магазину дома или около офиса. И с удивлением обнаружили, что в выходные дни завтраки готовы, востребованы не меньше, чем в будни. То есть есть этот покупатель, который дома действительно в субботу утром проснувшись, не имеет желания приготовить тот же омлет. Он спускается вниз к нам и покупает вместе с чашкой горячего кофе готовый завтрак. Поэтому сейчас у нас 7 дней в неделю, в поставках обязательно присутствует завтрачная группа. Маргарита, Светлана, есть ли что-то дополнить? Чуть-чуть поближе. Блины добавила еще, наверное, тоже востребованы. И я хочу сказать, у каждой, наверное, сети, у каждого производства есть формула идеального сырника. Но это очень сложно пройти, найти идеальный сырник. Это прям у каждого он свой. Сейчас у нас через некоторое время будет перекус. И, соответственно, мы вас гостим круассанами, которые приготовлены на печках нашего партнера, компания «Дебак». И там еще есть сырники от компании «Х5». Соответственно, коллеги «Х5 Реди Фуд» нас немножко сегодня кормят. В холодильниках будет еда. Но прежде чем мы перейдем к питанию, у меня финальный вопрос, и уже будем закругляться. Вы знаете, вот такой, от круассанов, сырников и завтраков все-таки к тому, что же сейчас происходит с оборудованием. Мы находимся на выставке «Модербейкери». И, соответственно, тема оборудования здесь ключевая. Просто чуть-чуть прокомментируйте. Вот год назад мы рассуждали о том, вообще где взять запчасти, да, и вот в таком духе. Как сейчас обстоят дела? Дмитрий, вы, как человек, которому там управлять много, чем приходится, могли бы обозначить, как сейчас происходит, и приходится серьезным образом задумываться о замене оборудования? На самом деле компания задумывалась об оборудовании еще с 2014 года. И фактически, наверное, мы шли по пути импортозамещения оборудования с того момента, когда произошли те события, о которых я сейчас говорю. Фактически, ну, сейчас, наверное, можно сказать, что мы на 90% работаем на отечественном оборудовании. К сожалению, как бы компания Дебаг, которую вы только что упоминали, у нас еще остались старые образцы, но в основном мы работаем с оборудованием от компании Аббат. Какое у вас сравнение пошло. Маргарита? Ну, мы менее, наверное, патриоты, но на самом деле мы не идем в историю. Чуть-чуть ближе, да. Мы пока не идем в историю отечественного производства оборудования. Никого не хочу обидеть, но как-то вот у меня... В общем, работаем по печам с лучшими производителями, это вактиль, если мы говорим право, там, в развитии хлебной индустрии, была сложность с ними, да, то есть они говорили о том, что они будут уходить с рынка, но буквально сегодня и сейчас, через час мы будем встречать, мы будем продолжать все-таки диалоги о дальнейшем сотрудничестве. Из такого, что вышло, это рациональ, потому что все знают, и в том, сколько их знают, что так же, в принципе, будет продолжать свою деятельность. Пока мы используем Лайн-Окс, решено его, пока явного развития отечественного производителя на Дальнем Востоке, именно в компании Невады, не планируем, но все может резко изменить. Ну, скажем так, мы все в ситуации неопределенности, я преодолично понимаю, когда контракты, которые требуют еще таких вливаний и еще потом долгого использования, я понимаю, что это запчасти и все прочее. Светлана? Ну, я патриот, но оборудование люблю качественное. Вот, мы, вот буквально недавно был, не буду называть марку отечественного оборудования, но три, пришло одно и то же оборудование, и мы три раза его возвращали, то есть приходило новое оборудование, опять с дефектом, новое оборудование, опять с дефектом. Воспитываем, да? Не воспитываем, пусть они работают лучше, мы будем адептами российского оборудования. В итоге мы покупаем импортное оборудование, вот, импортный экземпляр, пока те коллеги, с которыми мы работаем, те партнеры, они все подтверждают свои обязательства. Я думаю, что при реновации фабрики кухни возникнут, конечно, какие-то моменты, мы будем думать и искать импортозамещение, но на сегодняшний день все обязательства подтверждены, все оборудование, которое должно к нам приехать из-за границы, оно приезжает. И у нас даже был вот просто такой нюанс интересный, когда флитюрную линию, она застряла на границе, наш отдел закупа писал письмо в германской стране, и мы даже не питали надежду о том, что она к нам выйдет. Линию вытолкнули за границу, и сейчас она уже запущена и работает. Вот, поэтому мы надеемся, что такие счастливые случаи будут иметь место. Вот, мы желаем нашим разработчикам успеха, потому что мы в них верим, но пока будем работать на то, что предлагают нам импортные коллеги, наши коллеги из-за границы. Спасибо. В вашем случае, Наталья. У вас не так много, я это понимаю, да? У нас не так много печей, мы работаем с тремя производителями, это в основном Висхой и Унекс, и немножко Миви на топовых точках у нас представлены. Большая зона, внимание, у нас это кофеварочное оборудование, это кофемашины, мы работаем с швейцарскими производителями, и здесь пока, спасибо нашим партнерам, они свои обязательства выполняют, стоп под нас держат, собственно, как и с печами тоже. Есть небольшие задержки по времени, но они не катастрофичны. И я вот поддержу Светлану, да, очень верю в наших производителей, очень хочется увидеть качественный продукт. Пожалуйста, с хорошим качеством, мы рады взять оборудование на тест, дать обратную связь и идти в сторону. Верим, да, я услышала, хорошо. Я хочу сказать, что мы готовы брать и тестировать российское оборудование. Отличный посыл, и это, я тут, что новость нам надо прям отдельно включить. Сергей, что вы можете дополнить, у вас… Я могу только поддержать коллег, мы патриоты, но за качественное оборудование. Мы работаем действительно с разным оборудованием, и в первую очередь работаем с тем оборудованием, на котором удобно работать и хочется работать. Поэтому нашему производителю я желаю удачи. Но все-таки… Нет, ну, действительно, у наших ребят есть очень толковое, есть и интересное оборудование. Чуть-чуть где-то что-то подтянуть, и будет все окей. Ну, слушайте, внимание к деталям. Давайте будем дружно помогать им все-таки подрастать. От вашего запроса не менее важно. От того, как формируется запрос, все-таки будет формироваться результат. Надо понимать, что все-таки экономия у вас тоже все время стоит на первом месте. И в некоторых случаях это тоже один из вопросов, который какой-то, ну, влияет в итоге на все процессы. Что ж, на такой ноте будем потихонечку завершаться. Но прежде чем совсем пойдем на перекус, да, мы вручим всем приятности. Но у меня еще… Да, Лена, где… Еще. Да, да, да. Вот. Спасибо большое, что вы были с нами. Не убегайте, не убегайте пока. Да, 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 да. Сейчас я… Вот так сделаем, да, да, да. Да. Сейчас минутку. Так, для вас. И для вас. Так, сейчас минутку. Вы знаете, я решила все-таки сделать такой памятный адрес коллегам, которые в свое время начинали со мной и были одним из первых выступающих на наших мероприятиях. Ну да, я опять Светлане Пирогой покажу. Светлана, Светлана. Ну, просто благодарность за вклад в развитие темы собственно производства готовой еда и фабрики кухни на нашем сайте. Спасибо большое. И Алексея Дыченкова. Он у нас тогда был представителем компании «Х5», и он тогда нас подвиг на более внимательное отношение к фабрике, к фабрикам кухни. И, соответственно, тогда же он внес свои первые такие рассказы о том, как же это может быть крупное производство. Спасибо, Алексей. Это два таких памятных адреса для того, чтобы отметить, что да, у нас сегодня юбилейная конференция. Может быть, не так ярко мы ее празднуем, но я считаю, что дальше у нас еще не менее интересны будут кейсы, которые точно нужно будет посмотреть. Рядом с вами небольшая фотозона, и Анастасия вам поможет сделать немножко красивых фотографий. Сейчас мы уходим на перекус. Спасибо всем участникам нашей второй уже панели. И через 40, ровно в половину, в 14.30 мы продолжаем здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...